В Краснодарском крае тысячу рыбаков чуть было не унесло в море. Льдина, на которой они ждали поклёвки, начала трещать по швам. Хотя инспекторы не раз предупреждали, сейчас выходить на лёд смертельно опасно. Даниил Горщаков расскажет, как спаслись. Местные рыбаки такого ещё не видели. Трещина в несколько сотен метров появилась так быстро, что почти сразу гигантскую льдину стало стремительно уносить в море. В этот момент на ней находились несколько тысяч человек, в том числе женщины и дети. Началась паника, и многие, рискуя жизнью, бросались в холодную воду. По пояс мы вот так вот выходили, а там он уже работает МЧС. Бесукский лиман считается местом, где рыба ловится всегда. Любители рыбалки приходят сюда за таранью, щукой и судаком. Многие местные жители на лёд залива выходят, чтобы просто отдохнуть. В первые минуты никто не понял опасности происходящего. Буквально через несколько минут оторвавшаяся от берега льдина разделилась на три части. Жители станицы Бринковской, приезжие жители, несмотря на постоянные профилактические мероприятия со стороны сотрудников полиции, всё равно выходили на лёд, что привело впоследствии к данной чрезвычайной ситуации. На льдинах горе рыбаки провели несколько часов, пока к ним не подоспели спасатели. Но вот реакция на подмогу оказалась неожиданной. Кто-то боролся за места в баркасе, а кто-то не захотел покидать места у лунки. Приходилось даже объяснять, как опасно находиться на льдине. Ветер усиливается, погода меняется, могут образовываться торосы ледяные. И людей бы желательно надо убирать со льда, чтобы не возникло каких-либо ситуаций со смертельным исходом. Операция по спасению людей из ледяного плена длилась несколько часов. И хоть на этот раз всё закончилось благополучно, МЧС настоятельно просит не выходить на лёд. Под ярким весенним солнцем он активно тает. Впрочем, на любителей экстрима эта история мало подействовала. Уже в тот же день на лёд Лимана вновь вышли люди. Уж очень хочется порыбачить, объясняют они. Данил Горчаков, Тимур Белый, 5 канал.